на ремонте вот такая кофеварка де лонге когда включается сначала все три моргают потом начинает моргать две и все больше ничего не происходит хозяева сказали это произошло после отключения электроэнергии в городе будем смотреть модель сейчас сниму воду модель и си 685 1350 сейчас будем здесь разбирать сзади и смотреть какая может быть причина винтики обыкновенные крестовые и так нужно разбирать потому что эти две кнопки горят а тент так и не нагревается прозвонил разобрать нужно полностью этот кожух он цельный и его нужно снимать вынимать отделять нижняя часть останется здесь весь корпус снимается значит как снять но во-первых вот эту ручку просто снимаем она по-другому не оденется тут есть специальный паз верхнюю нижнюю крышку я уже говорил откручиваем только единственное что там два под крест и остальные под звездочку вот такую с пыптиком но я такую откручиваю обыкновенной вот вот таким вот такой отверточкой маленькой она тут сюда в зазор залазит и подберите по размеру такую отверточку но залазит в зазор между пыптиком и звездочкой откручивается проблема нет ну и снимаем верхняя крышка вот тут два винтика чуть поднимаем и нужно в поднятом вот здесь состоянии вот так приподнимаете и вот сюда толкает тут такой тут два таких зацепления сюда выталкиваете но с приподнятым верхом толкаете и он вылазит ну и потом откручиваем все винтики неудобно и снимать и значит просто вперед назад сюда толкаем и он вылазит откручиваем три винта вот здесь на кнопках и блок кнопочный вылазит что еще и вот снял разъем здесь вот отсюда просто снимается что еще нужно нужно открутить но вот это все вот это все что здесь есть все откручивается все винтики и тогда снимается вот вот это блестящая корпусная деталь вынимается и и что еще нужно снять вот эти не пластиковая не там где белый пластик а там где черные по краям вот это один винт второй и третий вот там третий и тогда вынимается вот тогда вынимаются вот эти части шланочки корпусные шланочки можно вытащить и тогда эти шланочки вместе с вот этой частью вот этим внутренним квадратом вылазят из корпуса вверх можно тогда его вытащить корпус останется а внутренняя вот эта вот часть и там будет плата управления мне нужно проверить почему сюда не поддается напряжение 220 вольт потому что когда моргают вот эти две кнопочки сюда должно подаваться 220 вольт и нагревать тэн тэнами нагревать воду бак с водой а это не происходит причин может быть несколько например сам тэн я прозвонил он звонится а вот возможно тут на проводах есть термо предохранитель на смотреть или с реле не подает нужно разбирать смотреть поэтому пробую все это раскручивать не буду показывать все снимаете последовательно все винтики эту часть только ничего не потеряйте смотрите размеры винтиков например корпусные где-то отдельно поставьте это это для корпуса там допустим а для внутренней части отдельно причем тут есть длинные которые держат вот эту часть корпусную а из короткие которые просто где-то что-то прикручено не путайте местами потом может быть и разберетесь но не усложняйте себе жизнь старайтесь запомнить и так удалось мне разобрать снимается нормально после того как вы открутили здесь все и те три винта отсюда есть только задержка в двух местах это сначала нужно от капучинатора капучинатор остается здесь он не высовывается и нужно трубку снять трубка вот отсюда снимается просто хомутик стягиваете и потом стягиваете трубку и второй момент когда начинаете вытаскивать вот здесь в районе кнопки вот этой кнопки вот этот пыптык мешает мешает цепляется за корпус и не дает выдвигать поэтому не насилуйте а немножко его так проваливаете так скажем вот он выступает сильно и нужно оттянуть эту квадратный корпус оттянуть чтобы он не упирался когда вы вытаскиваетесь он прямо в него упирается не тяните а освободите вот так просто подогнете немножко пластиковый корпус вот сюда он упирается отодвинете он выдвигается значит что я нашел уже кое-что нашел значит помните я говорил что я сам тэн прозвонил он звонится а вот провода смотрите вот черный и белый они идут вот сюда черные и не доходят сюда почему значит вот здесь на корпусе когда мы вытащим тэн вот здесь на корпусе прикручен там есть винт внутри эти провода видимо там есть термо предохранители прикручены вот здесь вставлены прикручены в силиконовой трубки прикручены к корпусу термо предохранители и оба перегрелись и сгорели вот такая ситуация будет ли работать без них да их можно убрать временно и попробовать без них запустить будет ли работать но термо предохранители нужно восстановить они здесь нужно мало ли но попробовать без них будет ли все нормально работать можно и без них просто замкнуть и проверить работоспособность самой машины но тут просто не достать до них он сейчас ничего такого ну короче чтобы до него добраться корпус мешает видимо придется открутить бак тэн и как-то подвинуть вот так чтобы можно было открутить винт и вынять ну или хотя бы освободить чтоб я мог приоткрутить чтоб я мог вынять сюда провода вместе с предохранителями и проверить предохранители ну или замкнуть их эти предохранители чтобы хотя бы без них проверить или новые провода сейчас сюда поставлю без термо предохранители чтобы определиться если все дело только в них а собственно может быть смотрите он включает нагрев видит что при включении нагрева температура не повышается и он выдает ошибку начинает три раза моргать через секунд 20-30 не не меняется температура и он начинает моргать три раза три раза моргнул пауза три разом все три клавиши три раза моргнули пауза ну вот такая ситуация ну что же открутил я этот винт и с обратной стороны корпуса там гайка гайка упала то есть гаечку нужно будет подставить и появился доступ к этой части куда прижимаются термо предохранители к одному и ко второму что нужно нужно вытащить откручиваем два вот этих проводочка заземления не уверен что они вообще нужны но стоят и у нас есть и вот тогда появляется доступ к этим термо предохранителям к одному и ко второму что нужно нужно вытащить посмотреть какая температура на термо предохранители возможно большая может быть у меня такого и не окажется потому что здесь высокая температура может быть чехлю возьму увеличительное стекло и или может быть сможем так увидеть что написано не звонится а это просто термо предохранитель который сгорает вот превышение температуры указанного и так если сейчас сфокусируется значит это 192 градуса градуса и 10 ампер 190-20 градуса 220 вольт и тут где-то написано что это 10 ампер сейчас сейчас смотрю если у меня на 192 градуса у меня наверное скорее всего 182 и в общем то при замене кое-что будет работать и так я временно подсоединил прямо на столе вот ту часть на которую прямо в бачок чтобы не падал подсоединил 220 вольт подсоединил до предохранителя просто прикрутил и сюда уже подается 220 вольт сейчас вставлю тестер загорелось видимо уже не подается не уже не подается но только подавалось подсоединил закрыл кран чтобы сюда ничего не шпарило смотрите не моргает я могу выбрать так какая-то проблема возникла вода вроде бы есть но суть в чем что уже движение идет. что-то все равно работать не хочет. сейчас буду разбираться что именно. но признаки жизни есть. этот горячий отключился. как нужно поступать дальше я не знаю. сейчас буду выяснять что нужно сделать чтобы дальше ишло движение. я разобрался в чем проблема. все работает. готово. но когда я нажимал почему-то сбрасывал. почему? потому что вот это нужно при работе плотно прижимать. не просто вставить, а плотно прижимать. когда на корпусе оно прямо защелкивается и держится. а так как я вроде бы вставил, но вода не поступала и она выбивала. но если плотно прижать то все работает. все работает. а я придерживаю. и вода туда поступает. просто не плотно был. собственно и все. опять можно теперь еще раз включить. три раза моргали все три. потому что не шло 220 вольт и не нагревался темп. сейчас он горячий. поменяю. вот у меня есть запасные термопредохранители. конечно вы можете и без них поставить. но это небезопасно. здесь высокое давление. ставлю новые термопредохранители. все остальное работает. вот готовность к следующему. повторяйте. я постарался коротко. подробностей не описывал. но в принципе я думаю что будет ясно. самостоятельно вы можете даже такую сложную технику отремонтировать. увидимся на канале. всего доброго.